Шаватова готова, хорошая неделя. У нас урок номер 100, 111 урок по теме Мишли. Мы находимся в 14 главе, предложение номер 5. Если я правильно помню, сейчас, секундочку. Да. Это муним лоих азеф ваихих савим эт шекер. То есть, верный свидетель не обманывает, а свидетель ложный наговорит лжи. Говорит, говорит Мальбин. Здесь есть два слова, и то, и другое по-русски переводится, и то, и другое ложь. Но есть ложь, которая называется шекер, и есть ложь, которая называется казав. Поэтому Шлома Амеллах говорит про этих двух свидетелей немножко по-разному. Этому ним, тот, которому мы верим, и лоих азеф не скажет казава, а ефех завим, он будет эт шекер. Объясняет Мальбин, что есть евдель бен шекер у бен казав. Есть разница между понятиями шекер и казав, которые на русском переводятся абсолютно одинаково врать, лгать. Шекер – это вид вранья, который галуй, тейков. Это сразу же заметный, сразу же понятный видный ложь. Казав – не реймэт. Казав – это другой вид лжи, который выглядит как правда. Батхилото вначале. Улбисов – не галеша у шекера. В конце выясняется, что это была ложь. Казав – это такая вещь, которая прерывается и не осуществляется, не существует. И вот здесь сказано, что «эд шекер царих лаофех завим», что лжесвидетель, ложный свидетель, который лжет, он должен выдувать из себя ложь, потому что он не может сказать ложь открыто для всех. Поэтому он должен лихазев, то есть он должен говорить вещь, которая сразу бы не будет понятна, что это шекер, а после этого станет понятно, что это шекер, и это слово называется казав. Этот вид лжи называется казав. Это муним, кто такой истинный свидетель, который ло и казав, который не скажет лжи, потому что он скажет эмет, который останется эмет навсегда, истина, которая останется правдой навсегда. И об этом сказано сфат эмет тихон лаат, что уста истины, они будут существовать вечно. И поэтому сказано слово ефех завим, то есть выдует из себя казав, вот этот вид лжи, который выглядит правдой, а потом выясняется, что это была ложь. Слово ефех, ефах, выдувать, оно относится к вещи, которые не цельные, потому что человек не может ляшлим дебуро восполнить, закончить свое высказывание, потому что если он закончит, то сразу будет понятно, что это шекер. Казав – это высказывание незаконченное всегда, поскольку если оно будет закончено, то будет видно, что он солгал. Но он должен леофех, выдувать из себя, я не знаю, может быть слово «выдувать» здесь плохо, дословный перевод именно такой, но может быть оно плохо подходит. Он должен это делать бомирма, какой-то ложью, какой-то хитростью, хитроумным обманом, что он должен говорить незаконченную фразу, которую можно понять как правду, можно понять иначе и так далее. И это молитца, это пример, который даёт слово «мэлов», что человек, который мыит, свидетельствует, говорит о хокке и хахма, о законах мудрости, имеется в виду тора и эмуны, и веры, ло и козеф, он не будет говорить лжи. То есть «эт эмуним» объясняет Мальбим, что это имеется в виду человек, который говорит о понятии эмуна. Он никогда не скажет вещь, которая потом окажется неправдой, потому что его слова должны быть «мекуваним лаат», они должны быть чёткие, обозначенные с каваной навсегда. Потому что «хокке и муна» — это «эмэдхэка и амлаат». Законы, связанные с эмуной, это то, что истина, которая существует навсегда. «Ваавиль» — человек, который занимается глупец, он меид шекарим, он свидетельствует шекарим, он говорит ложь. Поскольку он хочет, лохлок, хочет поспорить с законами мудрости, посредством всяких сфикот, посредством всяких сомнений, которые он вводит в понятие мировоззрения, в понятие веры, поэтому он выдывает из себя ложь. То есть это склоняется к тому, что после того, как слова, которые он скажет, будут исследованы и проверены, они не осуществятся, их не останется. Это так Мальбим объясняет этот пасук, что казав — это вещь, которая ложь, которая со временем станет понятна, что ложь, но во время её высказывания не была видна, что это ложь. Шекер — это ложь, которая видна сразу, и поэтому человек, который пытается, ликозеф, пытается сказать какую-то вот такую не сразу понятную ложь в области Торы и Эмуны, он, когда это делает, он это делает таким образом, что он не заканчивает, не завершает фразы, и потом, когда они будут завершены, когда какие-то действия произойдут, станет понятно, что изначально это было неправда, это была ложь. Человек же, который говорит истину Баимуна, в вопросах, касающихся веры, говорит правду, то эта правда от начала до конца будет видна как правда, и никаких изменений не будет претерпевать. Это первый пасук. Это объяснение Мальбима в пасуке Эгэй. Теперь Хагро, он идет немножко по другому пути. Он объясняет, что слово «казаф» — это человек, который говорит о будущем и имеет кавану, что это вещь, намерение ликоема осуществить то, что он обещает. Но после этого он не осуществляет свои слова. И это называется словом «казаф». То есть, оно происходит из выражения «шеллоикс вуми и маф» — люди, которые не окажутся лгунами во все дни своей жизни. То есть, что даже в дальнейшем это не станет ложью. Бывают обещания, которые человек дает сейчас с твердым намерением его выполнить, и это намерение остается у него на какое-то время, но потом выясняется, что он не смог этого сделать. Так Эд Эмуним, он не будет давать таких обещаний, которые могут оказаться ложными. Окей. И Хагро пишет, что это мы уже объясняли раньше, в другом месте, в шестой главе разница, что казаф — это то, что относится к будущему. То есть, по мальбиму, это вещь, которая... Слово «казаф» — это ложь, которая сразу незаметна. Хагро, мифорет это объясняет, это очень близкий перушим, но немножко... Хагро объясняет, что это ложь по поводу будущего, который в тот момент, когда человек говорит, он сам не был метковен, сам не имел в виду солгать, он имел в виду осуществить то, что он сказал, а потом что-то случилось. Шекер — это другое слово «ложь». Это то, что во время, когда он обещает, он не имеет в виду, что это будет сделано. То есть, шекер — это когда человек во время, когда он говорит, да я обязательно сделаю то-то и то-то, не имеет в виду сделать эти вещи. И это шекер миикаро, то есть, это вещь, которая является ложью изначально. И это то, что написано этому ним, то есть, свидетель, которому можно верить, это нааман, свидетель, которому доверяешь. Это человек амити, такой человек, который осуществляет все, что он обещает. То есть, он смотрит на то, можно ли выполнить эти вещи, сможет ли он сделать вещи, и не обещает того, что он не может сделать. И такой человек — лоихазеф, он не нарушит свое обещание. Шаофилу лоихазеф вер эликаем дворав. То есть, он не только не солжет ложью, которая сегодня является ложью, но даже не сделает так, что из его слов произрастет когда-то его обещание, которое не сможет выполнить, и получится ретреактивно, что он соврал, хотя в момент, когда он говорил, он был метковен сказать правду. Это этому ним, человек, которому можно доверять, который, если сказал, то обязательно сделает то, что он сказал. Дальше. Виефе Экзавим Эдшекер. Человек же, который выдувает казав, ложь на будущее, он Эдшекер, он лжесвидетель. Но человек, который говорит вещи, которые оказываются Экзавим, которые оказываются вот этой вот ложью Лемафре, ретреактивно, этот человек, который говорит, а после этого не в состоянии, не делает того, что он обещал. В конце концов, этот человек придет к тому, что он будет лгать даже во время, когда он говорит, не только на будущее, но и в настоящем времени. Поскольку он начнет, он придет к тому, что будет говорить Шекер Миккаро, ложь, которая была ложью с самого начала. Это простой пшат-пасука, как его учит Гагро. Объясняет Гагро, что это касается Торы. В Торе есть две вещи. Первая. Человек, который учится изначально, имея в виду, что то, что он выучит, он будет выполнять, но после этого не делает и его передумывает. Что-то случается, какие-то там вещи меняются, он передумывает и не выполняет то, что он выучит. Это первая часть. Первая возможность. Вторая возможность, что с самого начала, когда он начинает учить Тору, он не имеет в виду выполнять все, что он выучит. То есть он ламет шалуальм на тла асот. Он учится не для того, чтобы выполнять. И это называется не казавом. Первое называется казав, ложь на будущее. Второе называется шекер, ложь в настоящем. Ложь, которая была ложью изначально. И об этом сказано, что человек, который читает Криатшма без твилин, есть такая галаха, что выполнить утреннее дневное заповедь Криатшма, учить утром читать Шма и срой для Шма лакына ва шамихат, человек должен, надев на себя талит и твилин. Почему надо надеть твилин во время Криатшма? Потому что во время Криатшма мы читаем, что это будет, ты должен навязать их себе на руку, это должны быть знаками между твоими глазами. И человек, который читает эти строчки, что он должен выполнить эту мицевую, и в это время не надел твилин, то этот человек к Киилу имеет идут шекер. Лашон Гемора, Гемора говорит, что он, Гемора в трактате Брахот говорит, что он сейчас занимается лжесвидетельством. Объясняет Раша, тоспас, на самом деле, больше там это объясняет, что сказано в экшартем, то, что я только что объяснил, я забыл, что Агро приводит эти тоспасы, написано слово «кшартем», написано слово «навяжи их на руку». Он не навязывает, он не осуществляет то, что он делает. И об этом сказано, что «эт» — свидетель, «эймадгу этнааман», когда он называется свидетелем, которому можно верить в вопросах Торы, «шасэгам кэн вэлоне всагдато», что он учит, говорит и делает без гэфсик, без какого-то перерыва в дате, в своем знании. Но, если «не всагдато» о харках, после того, как он выучил «не всагдато», он перестал на эту тему думать, вытащил это из своего разума, то он его лейдейках, что он придет к тому, что с самого начала он не будет осуществлять то, что он делает, и это называется «этшекер», как человек, который читает «шма» без твилин. «Лэгалоха», «шма» в будний день, мы обязаны читать в твилин, но я видел, что есть поски, которые говорят, знаете, бывает такая ситуация, особенно вот Бен Азмани, каникулы, когда люди целый день дома, могут помолиться попозже, поспать подольше, не должны с утра поехать на работу или на учебу, соответственно, могут пойти на поздний миньян. Сейчас даже поздние миньяны, в 8 часов утра, они вовремя, но бывает, что в зимнее время, в 8 часов утра миньян, уже «шма» должно быть прочитано к моменту, когда начинаешь молиться. И есть «махлокис», «маген Авраам», «гагро», есть «махлокис», спор, когда «совзман» «криат шма», когда окончание времени «криат шма», некоторые люди молятся уже после времени «криат шма», по первому времени «помаген Аврааму», а молиться еще можно, это правильно, нормально, а шма уже должна быть прочитана перед самой молитвой. Вот, я видел, что есть поскин, которые говорят, что поскольку он «митковен», имеет в виду еще раз прочитать шма, несмотря на то, что это будет после времени «митсвы», «криат шма», тем не менее, такой человек, который читает его без твилин, зная, что он сейчас наденет твилин и заново будет читать шма, то это не называется «идут шекер», потому что называется «лжесвидетельство», потому что человек «митковен» имеет в коване читать шма в твилин, но человек, который читает шма без твилина, потом надевает твилин по какой-то причине, это «идут шекер», это «лжесвидетельство». Понятно, что если человек оказался в месте, где нет твилин, один твилин на много народу и так далее, то понятно, что лучше прочитать шма вовремя, чем не прочитать шма вообще Или прочитать Твилин, но не вовремя После того, как окончилось время чтения Шма Это понятно, что важнее прочитать Шма вовремя Такая ситуация может сложиться Окей, дальше И еще Что такое этому ним? Что такое свидетель, которому можно доверять? Во время Криат Шма, когда мы говорим Шма, Исраэль То буква Айн в слове Шма, она большая буква И также буква Далит в слове Эхат, это большая буква Шма, Исраэль, буква Айн большая Гашем Эхат, буква Далит большая Вместе Айн и Далит образуют слово Эд, свидетельство Что во время чтения Шма мы, мы едим Мы свидетельствуем, говорит Гаон О Ахдус, о единстве Творца Гашем Элакейну, слова Всевышний Гавая, четырехбуквенное имя Всевышнего От слова Ли Йот, тот, который был, есть и будет Он Элакейну, он наш Бог, он Машгех Он следит за всем, что происходит в мире Брэшгаха протит, частным влиянием Эти два слова Гашем Элакейну соответствуют Анохи в Элоее, первым двух заповедям Я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из Египта Это слово Гашем, имя Творца Именем Гашем, Гашем выводил Амисраэль из Египта И Элакейну, это Я ваш Бог Это соответствует заповеди, второй из десяти заповедей Лоихелыха Элогим Ахерим Не будет у тебя других богов передо мной Это включает в себя все митцвот Асе и все митцвот Лота Асе Все митцвот делай и все митцвот не делай То есть во время чтения Шма, когда мы говорим Гашем Элакейну, мы принимаем на себя Во время, когда мы читаем имя Гашема Мы принимаем на себя все митцвот Асе Когда мы читаем слово Локейну Принимаем на себя все митцвот Лота Асе Все митцвот делай, это Я Гашем И все митцвот не делай, не будут у тебя других богов Это входит вот в эти первые два слова Шма Не первые два слова Шма и Сроиль первые два слова А Гашем Локейну это третье и четвертое слова В них входят вот эти митцвот Асе и Лота Асе И также в деталях Криадшма, внутри чтения Криадшма, есть 13 митсвот, как сказано в книге Зохр Я видел Сидуров, в которых приведены 10 митсвот Асарабин Деброд, который 10 речений, 10 заповедей, которые наскорежали советы, как они входят в Шма На самом деле в Шма входят 13 заповедей Торы, которые сказаны И об этом сказано Этамуним, свидетель истины То есть человек, который свидетельствует Бакиюмвы Хозак Человек, который нормально читает Шма и свидетельствует о всех митсвот, которые сказаны в Шма Принимает на себя все митсвот Асе и все митсвот Лоты Асе Понимает, что когда он читает Айн из слова Шма и Далит из буквы Эхат То вместе это составляет слово Эт, это Идут То он свидетельствует о единстве Творца И такой человек, логик Азеф, он не станет лжесвидетелем Ложным человеком, то есть он не придет к лже в будущем времени И он будет смотреть, следить за тем, как бы выполнить все митсвот, которые написаны в Торе И будет стремиться к выполнению всех заповедей Человек же, который Ефеяк Завим Что такое Ефеяк Завим? Имеется в виду, человек, мысли которого во время чтения Шма не осуществить заповеди, которые там указаны Но он думает сразу же про то, что вот я буду сейчас читать, прочитаю, выполню заповедь Завима Остальные митсвот не обязательно ли Каем Не обязательно их осуществить Такой свидетель называется Эд Шекер Он мыид, миедуд Шекер аль Асма Он свидетельствует лжесвидетели Сам по себе становится лжесвидетелем Поскольку Шма, это Айн Эхат, это Далет Вместе это Эд То человек, который митковен ли Каем Имеет в виду, осуществит все, что он читает в Шма Он является Эд Нааман Но человек, который, свидетель, которому можно верить Но человек, который, читая Шма, не имеет в виду то, что там написано В том числе, не надевает твилин на руку и на голову То этот человек называется Эд Шекер В соответствии с этим пирушем Получается, что казав Что означает слово казав, лихазев Это слово ложь, которое означает Человек думает о том, что он не будет выполнять Слово Шекер Это человек, который не делает в действии, во время чтения То есть, получается, что два пируши немножко по-разному говорят Первый пируш Гаона говорит о том, что человек, который во время, когда он говорит, имеет в виду в дальнейшем не выполнять Это Эд Шекер Человек, который имеет в виду выполнять, но потом что-то происходит, и он отказывается от своей первоначальной идеи Это Эд Казав А по второму пирушу Гаона получается, что Эд Шекер, это который во время чтения, в это время он не выполняет А тот, который во время чтения думает не выполнять, это казав Но оба пируши Гаона разделяют между словом Шекер и слово казав между временами, настоящим и будущим В отличие от этого, маалах мальбима, что казав это та вещь, которая во время, когда она говорится, кажется нормальной, правильной А Шекер это вещь, которая с самого начала кажется неверной, люди понимают, что это ложь А казав это та вещь, которая во время, когда человек это говорит, даже про прошлое время, выглядит как правда А потом выясняется, что она не была правдой, и это два вида лжи, о которых идет здесь речь Казав и Шекер Окей, таким образом мы одолели с Божьей помощью первый пасук, пятый пасук, 14 главы Поэтому я не хотел начинать в прошлый раз, оставалось 2-3 минуты А это довольно длинный такой пасук оказался, поэтому лучше его было не сминать Следующий пасук говорит Шестой пасук Кощунствующий есть в счет мудрости и нет, а для разумного знание легко Что такое кощунствующий? Это отдельный вопрос, надо сейчас попытаться разобраться, потому что на иврите это, конечно, звучит немножечко иначе Бекеш лейц хохма вэ айн, вэдаат лановон накаль В переводе Хотел, попросил лейц насмешник Я не знаю, почему он перевел это как кощунствующий, дословный перевод лейц, лейцанут, это насмешка Попросил лейц насмешник хохму И нету ее, не может он ее получить Вэдаат лановон накаль Адат легко достанется человеку, который является навоном Навон, мудрец, наверное, не знаю, как лучше перевести или лучше совсем не переводить Мальбим объясняет этот пасук Начиная мальбима Лейц, кто такой лейц? Насмешник Человек, который метлацец аль хокей хохма Человек, который насмехается над законами мудрости Мипней шейн аль хокей хохма муфтим Поскольку у законов мудрости нету чудес, нету каких-то доказательств чудесных Рагем и кубалим, но они приняты И люди понимают, что это мудро И нужно их принять скромно и с верой Потому что поскольку нету каких-то чудес и нету никаких доказательств закона мудрости То человек должен их принять не потому, что он Это доказано, как теорема Пифагора А потому, что он просто понимает, что это является истиной И поэтому он должен вести себя скромно по отношению к мудрости, которая находится выше него В данном случае мудрости вышнего и принять это бы ему нам Но лейц, насмешник Его дерих, его путь Лейлацец, насмехаться Поэтому он будет насмехаться над мудростью Поскольку доказательств нету И насмехаться над ней в общем не очень тяжело Но никогда он не сможет насмехаться над датом Мы знаем, что есть хохма, бина и дат Это три разных понятия Дат, это то, над чем насмехаться невозможно Потому что эти вещи, которые видны, познаны Или известны посредством ощущений Посредством либо опыта, либо ощущений Либо каким-то образом понятны, доказанны и так далее Другими словами, очень трудно спорить с какими-нибудь законами природы Которым приведено доказательства типа теоремы Пифагора Над этим насмехаться трудно Потому что есть доказательства этой вещи Но легко насмехаться над вещью, которую ты не можешь доказать никаким образом А в эмуне, в вере, как мы с вами много раз говорили Есть вещи, которые остаются всегда бэгэдром уна Потому что у человека остается свобода выбора И на основании того дата, который у него есть Того понимания, которое у него возникает Он должен прийти, экстраполировать и прийти к эмуне К вещам, которые понять технически невозможно На уровне человеческого разума Окей Вот хохам Ему тяжело прийти к понятию дату То есть он знает законы мудрости Бэидия Брура Стопроцентным знанием Как человек знает вещи, которые он осуществляет Которые он чувствует Потому что законы пути мудрости Они мекубалимы, они приняты, они понятны Но навон – это хохам Навон – разумный человек Хохам и навон, в общем, перевод примерно одинаковый Но разница между хохмой и бина Я чуть позже о ней еще раз поговорю Но навон – это человек После того, как он исследовал какую-то вещь Посредством мудрости Понять их смысл И вывести одну вещь из другой вещи Ло датна кэль Ему легче прийти к понятию дата К пониманию чего-то К знанию чего-то То есть он достигает мудрости Бэидия Брура Легко и с помощью стопроцентного знания Но это два вида людей Есть человек, который хохам Которому легко и он с легкостью воспринимает То, что он принимает от кого-то Вещи, которые не являются для него доказанными Но они для него на уровне понимания Поскольку он их получил И хохам их принял Поэтому мудрец Торы называется даже не хохам, а талмит хохам Тот, кто учился у хохама Потому что он по традиции принимает эту мудрость Навон это человек, который должен ко всему прийти С помощью собственного анализа Собственного понимания Он должен получить какие-то доказательства и так далее После этого он доходит до состояния едии До состояния знания этой вещи Не хохма, а именно дата Но лейтс, насмешник Это человек, который Он постоянно метлоцец Постоянно смехается Лейтс это не дурак Это не тот человек, которому мешает его тайва Понять мудрость Торы И это не Авиль И это не тупица Которого просто они спорят с хохмой Торы С мудростью Торы Из-за своего еретичества Или из-за своей тайвы Это два вида людей, которые не принимают Тору Либо им мешают их знания Которые знания в кавычках Которые не почерпнули из каких-то нехороших мест И у них Гошкофа, мировоззрение Апикойроса, Эритиха и так далее И поэтому он не может принять знания Торы Либо ему мешает тайва, которая у него есть Потому что Тора требует от человека Какого-то ограничения, каких-то рамок И эти рамки не входят в него И поэтому он отказывается принять эту хохму Но Лейтс – это третий вид Он метлоцец, он насмехается и не принимает вообще знания Торы Потому что он их не понимает Они для него чужие Но невозможно ему понять их Потому что изначально он должен принять какое-то количество знаний Бедерих иммунного кабола Через веру и каболу Лейтс – насмешник Который просит мудрости У него ее нет Это то, что говорит Шлома Мелла Лейтс, который хочет мудрости Он не может ее достигнуть Поскольку он не хотел принять ее законы Поскольку он над ними насмехался Поэтому он не может дальше, даже когда он хочет Он не может ее принять Его нежелание принять что-то сверху Это мешает ему это делать Но Навон, человек, который ищет анализом Хокерот, исследованием и так далее Он принимает законы мудрости И понимает вещь одну из другой До того состояния, что приходит состояние Которое называется понятие даат Сейчас мы немножечко прочитаем Гаона Это очень похожий комментарий И потом сделаем общий секун Только я хочу еще до этого посмотреть Одного маораля на перке Так вот, говорит Гаон Мивильно Насмешник ищет мудрости Хохма и нету Человек нуждается в трех вещах Хохма, бина и даас То есть все знания, весь разум человека Он состоит из трех вещей Хохма, бина и даас Поскольку человек создан Бецелом и Лаким По образу подобию Всевышнего То эти три верхних сферы Через которые Всевышний раскрывается в мире Очень, самое высокое раскрытие Которое происходит в мире Это эти три сферы То эти же три качества Есть и в человека И разум человека Он делится на эти три ступени Три уровня Хохма Это человек То, что человек выучил от своего рава Мы сейчас говорим Понятно, что о хохме Торе Не о хохме физике Хохма физике Это то, что он выучил от учителя Это хохма, которую он выучил от своего рава Бина Это Гавана давар меток давар Это понимание одной вещи из другой Есть вещь, которую он принял от учителя Есть вещь, которую он не принял от учителя И он с помощью своего анализа Тора Исследования и так далее Может вывести одну вещь из другой Это то, о чем мы немножко говорили Затронули это в прошлый раз Поскольку возник какой-то вопрос Относительно тех хедушим Вещей в Торе Которые человек хочет лиходэш Которые он хочет сам сказать Да, человек может лиходэш Вещей Торы Но после того, как у него есть Какая-то основа Которую он получил Алиидей Хохма Посредством мудрости После этого Он может вывести Совершенно новые законы Но из тех постулатов Которые он уже получил Грубо говоря Очень грубо Как хазаныш Который выводит законы Электричества в шаббат Из работы Которая называется Боне Строительство Которое было во время строительства Мишкана Есть хедуш Казаныш Где он объясняет Как выводится Из работы строительства Храма Выводится строительство Электрической цепи И выводит И объясняет это Это хедуш Который Может составить Сам человек Поскольку он базируется На тех гемород На тех хохмод Которые он получил Отрава И он базируется И он уподоблен Один другому И есть какие-то Доказательства Какая-то причинно-следственная связь Нечто подобное тому Что мы когда-то делали На уроках Алгебры Когда Раскладывали Какое-то уравнение И вводили из одной формулы Другую Путем строгого Математического вывода Какой-то вещи Это Тот хедуш Это атрибут Бина То, что человек Не получил От своего учителя Но он сам Может его вывести И доказывать И так далее И в результате На там В трехтомном произведении Доказать теорему фирму Некоторые тоже смогли Но не все Вот Это атрибут Который называется Бина И этот же атрибут Работает как Бина в Торе Дат Это вещь Которую он знает Человек знает От бурьё До конца Она совершенно прояснена И совершенно известна Грубо говоря Что человек В определенном На определенном уровне Знания математики Ему нужно Для того, чтобы Решить какую-то Задачу Которая ему дается Ему нужно Использовать Терема Пифагора Использовать То, сё, пятое, десятое Использовать Знания векторной алгебре Сложить что-то И так далее И так далее И вывести решение задачи Есть человек Который с этой задачей Просидел такое время Что эта задача Для него Уже становится Как аксиома Как определение Она решена И решение Находится у него В голове Это атрибут Который называется Даат Это три вида разума Которые находятся Внутри человека Теперь говорит Шлома Амеллах Лейц Насмешник Объясняет Гаон Это человек Который смеется Над каждой вещью И не боится У него нету страха Ничего Он не боится ничего Не боится Всевышнего И это Обратное явление Ровно наоборот Понятие Баальхохма ибина Тот, кто Обладает Хохмой ибиной Этот человек Боится Потому что Пах отрождается Страх Рождается ибина Когда он Делает анализ Той информации Которую он получил Естественно Не теорема Пифагора А анализ Торы Которую он получил И понимает Какие-то вещи То он понимает Что следует Из одного Что из другого Что такое Итрамамут Величие Всевышнего Поскольку он Занимается этим И это Рождает у него страх Человеку которого Но Человеку которого Нету страха Изначально То Нету Никакого смысла В его занятиях Торы Поскольку он Никогда не достигнет Ни хохмы Ни бина Ни дата И это то О чем сказано Что лейтс Насмешник Это Гефих Торы Это ровно Наоборот Понятие Торы Тора является Хохмой ибиной После этого Он Просит То что он Выучил От своего Рава И не находит То есть Подобный человек Которого Отсутствие Пахода Ира Страха перед Всевышним Когда он Начинает Даже хочет Понять Вспомнить Осуществить То что он Выучил От своего Рава То он Не может Это сделать Тем более Когда он Не знает Сам Но наоборот Человек Разумный Ищущий Человек Ему Даже Дойти До состояния Дата Это Легко И просто Теперь Чтобы понять Это Я хотел Обратиться К Мишне В трактате Перкеавод Известная Мишна В третьем Перике Перкеавод Которая Говорит Просто проблема В том Что она Наверное Это Мишня Это уже будет Говорить До конца Урока Рабелезер Беназария Говорит Имейн Тора Эйн Дерихерец Нету Торы Нету Дерихерец Нету Торы Нету Нормальной Земной жизни Не живут Так как Надо жить На земле Это отдельная часть Если я сейчас Ей займусь То мы Точно ничего не успеем Эйн Дерихерец Эйн Тора Оставим это Им Эйн Ира Эйн Хохма Им Эйн Хохма Эйн Ира Если нету Страха Всевышнего То нету Мудрости Если нету Мудрости То нету Страха Это первая часть На которой Я хочу остановиться И вторая Если нету Бины То нету Дата Если нету Дата То нету Бины Вот эти две части Это имишины Которые Имеют отношение Не косвенное А прямое отношение К Посуку Который говорит Шлома О Мелах Который говорит О том Что Лейцан То есть человек Которого не боится Как объясняет Дагро Который просит Мудрости Он не может ее найти А Дат Она находится в том В ком есть Бина Понятно Что вся эта Мишна Бирки А вот она Как бы рождается Из того Что сказано Шлома О Мелах Я уже несколько раз Говорил Что основные Книги Мусара Я не имею ввиду Современные книги Макарот Источники Мусара В Танахе Это книга Мишлей И несмотря Несмотря на то Что много Много Людей Все время Пытаются Найти Мусар В самых Разных Местах Танаха Книга Мишли Это та Книга Которая Написана Мусаре Поэтому И Гаон И Мальбим Объясняет Ее Только Через Понятие Мусар И Перке А вот Это Источник Тора Шаба Альпе Источник Устной Торы Понятие Мусар И поэтому Он начинается С того Что Машеки Бель Тора Басинай Умасруга Леяшо И передала Леяшо Передала Слово Мусар Перке А вот Хочет Нас Научить О том Что Мусар Это часть Торы Она Передавалась Вместе С Торой Мусар Который Основан Не на Торы Это Не совсем Мягко говоря Мусар Так вот Объясняет Что такое Эн Тора Эндерри Херрис Это очень интересно Мы пропустим А теперь Начнем с того Что Нет мудрости Нет страха Говорит Маораль Я уже объяснял Это Когда мы учили Другое место Где написано Что Любой человек У которого Ират Хет Боязнь греха Оно является Предшественником Оно находится Раньше Чем мудрость То такая Мудрость Торы Миткоем Это Такая Мудрость Торы Остается Поскольку То что Мудрость Существует Она Существует Посредством Страха Перед Небесами Мы уже Об этом Много писали И еще Нужно сказать Говорит Маораль Что если Нету Торы То Нету Дерри Херрис Нету Дорог Дорог Земли Имеется Ввиду Что Если Нету Ират Шамаем Целью Боязни Всевышнего Которая Является Целью Потому что Цель Мудрости Это Бояться Всевышнего Потому что Мудрость Она Когда человек Работает Над тем Что Мудрость Состоит В том Очень трудно Слова подбирать Мораль Тяжелый Язык Мудрость Состоит В том Чтобы Работать Над тем Чтобы Начать Бояться Небес И это Икар И это Главное Как сказано В Геморе Брохос Что Тахлис Брохос Гемора Надав Юдзайн Говорит Тахлис Кохма Ират Шем Цель Мудрости Это Страх Перед Всевышним Что Не должен Человек Учить Письменную Тору Учить Устную Тору И при этом Пинать Своего Отца Или Того Кто Выше Чем Он Это Называется Ират Шамаем Не может быть Мудрец Не должен Выглядеть Так Как будто Он пинает Родителей Это понятие Ират Шамаем Когда есть Ират Шамаем То тогда Мушлам Цельно То что должно Быть цельно Мудрость Это Ступень Ират Шамаем Боязни неба Что посредством Мудрости Человек Приходит Боязни неба Как мы уже писали Человек Где он писал Это Есть еще одна Мишина Которая говорит Эйнбор Ирехет Амгаарец Такой Совсем Амгаарец Полный Амгаарец Он не может бояться греха Потому что Море малхус Гуми цада Керуфа Лямелах Потому что Боязнь царя Может быть только У человека Который приближен К царю Когда человек Находится рядом С царем Тогда он Начинает его бояться Но люди Которые находятся Далеко В расстоянии Как до чертовой бабушки От царя То у них Нет никакой боязни царя Потому что они Не знают О чем вообще идет речь Был такой Какой-то пример По-моему Рафболь бы давал Не помню Кто давал этот пример Что Царь Должен проехать По русской глубинке И Вот он должен проехать Несколько Сел Не знаю Как это сказать Деревень И так далее И Дают инструкции Придворным Крестьянам И так далее Одному дают инструкции Что ты должен Таким образом Поклониться Другому Что ты должен Одеть чистые одежды Третьему Каждому инструкции В уровне А какому-то Самому такому Уже Низкостоящему Человек Который вообще Ничего не понимает О чем Идет Речь Ему Говорит Главное Чтоб ты Не кидался В царя навозом Не будешь кидаться Уже хорошо Поэтому Боязнь Мелых Молхая Млахим Боязнь Всевышнего Она прямо Пропорциональна С пониманиями Что это такое Человек Который вообще Ничего не понимает Понятно Что его боязнь Она намного меньше Поэтому Они не боятся Царя И так же Человек У которого Есть мудрость Он Приближен Ко Всевышнему И тогда Он принимает Страх Творца И он перед ним Как на ладони Но Бор Нечестивец Не нечестивец А совсем Безграмотный человек Который со стороны Того что он Очень удален От Всевышнего Поэтому Он Бааль Хомер Белват У него нету Ничего Кроме Ничего духовного Кроме материального Ничего нету Поэтому он Очень удален От царя И невозможно Ему бояться Греха Поэтому Посредством Мудрости Человек может Достигнуть Ират Шамаем И невозможно Одно без другого Потому что Если он Учит мудрость Не для того Чтобы У него было Ират Шамаем Если он Не начал Изучение Торы С момента Которая называется Какой-то минимальный Ират Шамаем То есть Например Он учил Не чтобы выполнять Как мы уже обсуждали Или что-то подобное Потому что Ему наплевать Он учит По какой-то Совершенно Другой Причине То Нет Ират Шамаем Не может Стать Мудрость Это Лейц Лейц У которого Есть отсутствие Ират Шамаем И вся его Учеба Непонятно Для чего Чтобы посмеяться Поиздеваться И так далее То понятно Что он Не дойдет До понятия Это первая часть Вторая часть Если нету Бина То нету Дата Если нету Дата То нету Бина Здесь Майораль Очень длинно Пишет Но тем не менее Я думаю Что придется Нам познакомиться С этим Майоралем Он довольно Исади Он пишет Что есть Три вещи Хохма Бина И Дат Хохма Это то Что он Слышит От Кима Шмао Так как это Слышится То есть Человек Хохам Он москиль Он мудр В вещах Которые Над которыми Которые Есть в мире Бина Разум Это Майла Итира Это дополнительная Ступень Выше чем Хохма То что человек Понимает Одну вещь С другой Как сказано В сифре Что человек Спросил Ариус Раби Йоси Какая разница Между Хохомим И Навуним В чем разница Как определить Разницу Между людьми Которые называются Что ему приносят Деньги Он их рассматривает Когда не приносит Он приносит Свои деньги И занимается Чем-то другим Занимается ими То есть Есть разница Между Разница между Понятиями Хохами Хохами Хохам Хохам Это человек У которого Есть свора Логика На которую Он понимает Ее И которая Находится Перед ним Навон Это человек Который Занимается Пилпуль Тора Спорами Для понимания Понятия Тора Лиходет Как это сказать Отточить Логику Что он выводит Одну вещь Из другой Вещи Поэтому Он подобен Тагару Вот этому Чульхани У которого Есть динары Всегда Он может Немножко Что-то Из них Новое Сделать Несмотря На то Что у него Нет Он приводит Из другого Места И это Навон Который Если он Не знает У него Нет Какой-то Информации То он Может Ее Выучить С той Информации Которая У нее Есть Уподобить Одну вещь Другой И выучить Дат Это Третья Ступень Говорит Маораль Дат Это Когда Человек Знает Истинность Вещей Так Как Они И может Отделить Их Лаавдиль Между Разными Вещами Знай Что Человек Пока Он Жив Он Все Время Разговаривает То Что Он Говорит Это Отличает Человека От Остальных Животных И Эта Вещь Называется Дат Умение Разговаривать Это И есть Речь Речь Находится Атрибут Дата Он Находится В горле У Может Достигнуть Вещами Разговором Когда Он Отделяет Одно От Другого Но Хохма Она Только Понимание Которое Достигается Извне Но То Что Он Не Достиг Истинность Он Остается Отделенным От Этой Вещи Поэтому Посук Называет Хохмой Мияхес Соединяет Понятие Хохма С понятием Арет Земля Мы Когда-то С вами Учили В третьем Переке Мишли Что Всевышний Гашем Бы Хохмой Создал Землю Конэн Шамаем Бы Твуна А Небеса Он Установил Твуна Твуна Ибина Это Одно И то же Атрибутом Дат Созданы Бездны Дгома До Самого Низа Разделены Какие-то Вот там Где Находится Нижней Нижней Воды И об этом Написано Что Глубокие воды Они даются В качестве Совета Сердца Человека И человек Который Есть Твуна Он Их Может Черпать Твуна что бина, она етер сихли, она более разумна, как бы. Поэтому нужно дать хохму на землю, а твуну на шамаем, на небеса, поскольку небеса более отделены, и их невозможно коснуться и почувствовать. Дат – это дается дгому, бездном вод, потому что, как мы уже сказали, что дат – это то, что отделяет между одной и другой вещью, что человек познает истинность какой-то вещи, когда он видит, как эта вещь отделена от остальных вещей. И это сказано в Геморе Брохас. Там сказано, там Гемора задает вопрос, где надо вставить вставку между шабатом и будним днем в Шманеесре Атаха-Нантану, Авдола. Где надо сказать Авдолу? Есть несколько мнений. Мы принимаем мнение, что Гавдола говорится в браке «хонен дат». Ты даешь человеку дат, что посредством дата есть гавдола, потому что дат – это то, что отделяет одну вещь от другой. Гемора там говорит «имен дат гавдола минайн». Если нет дата, то откуда берется гавдола? То есть для того, чтобы лагавдиль разделить, нужно быть соединенным с чем-то. То, что с чем-то я соединяюсь, а с чем-то я не соединяюсь – это отделение. Это понятие, которое называется «даат». Поэтому сказано, что «бы дат» были не в «каут гумот». «Пкия» – вот это слово «пкия» – разделенность. Это трещина, которая дается, трещина, которая делается в земле, для того, чтобы оттуда шли подземные воды. То есть «бы кох дат» – через силу вот этого понятия «дат» – отделены воды дхома. Поскольку дат – это знание эмет, на таком уровне, как сказали в Геморе Брохес, что «гдала дат шинатан бэштея тьот хашем», что «дат» – она находится между двумя словами «хашем». «Кикель дьод хашем», потому что «кель» – это одно имя Всевышнего, «дьод» – это знание хашем. «Дат» – умещена между двумя именами Всевышнего, потому что «дат» – это хибурь соединения с Творцом. Так вот, теперь говорит Мишна, что «эйн бина эндат им эндат энд бина». Возвращаемся к Мишне. Это было как бы Мораль дал некое предисловие, что означают эти три качества. Теперь он начинает объяснять Мишну и говорит, что «когда нету бины, что это мадряга и льена, верхняя ступень, то нету даата, потому что эти две вещи, даата и бина, они связаны друг с другом до такого состояния, что если нету верхней, нету нижней, нету нижней, нету верхней. Бина, она выше, чем даат, и это вещь, которую можно выучить из брахи, из текста брахи. В брахе сказано, «Ата хонен ла адам даат», ты даешь в качестве милости человеку даат, «умиламет ла анож бина», и учишь человека бине. В начале сказано даат, которая находится на предыдущей ступени. Бина, она ютерба мадряга, она более высокая ступень, она выше, поэтому в даате сказано «атахонен», ты даешь, милостью даешь человеку даат, что не нужно, а только молитва, только просьба, только милость. Как дают человеку мотна дариханина, когда человек, который выпрашивает, он получает что-то. Но бина, это нужно лиламет человеку, Всевышний преподает ему, обучает этой бине. Про адат сказано «адам», «атахонен ла адам», а про бину сказано «энош», «нотен ла энош бина». Энош – это дорга, низшая дорга, понятие человека, и то, и другое переводится как слово «человек». Но адам – это человек самого высокого духовного уровня, иш пониже, а инош совсем низко. Это самый низкий уровень, который может быть для обозначения слова «человек». И Маораль приводит раю, доказательство этому, «издгилем». 55-й псалом сказано «атая ножки арки», а после этого сказано «вахоненуми и тхабина дэ вэасхэхэль». Имеется в виду, что бина, она дается человеку, когда его обучает, как сказано до этого. Поэтому сказано «эйн бина, эйн дат», «нету бина, нету дат», что имеется в виду. Что эти две вещи, они связаны одна с другой. Что сказано «атохоненла адам дат, умиламетла анож бина». В одной брахе это сказано. Что если у человека нету более низкой ступени, то он не может достигнуть более высокой ступени. Сейчас я попытаюсь как-то своими словами. Это Лисакэм, потому что Мораль еще долго на это пишет, об этом. Имеется в виду, что достигнуть ступени полного познания, дат – это хибурь, соединение с полученной и проанализированной информацией, полное понимание такого уровня, что Льпи Кабола, в Каболе сказано, что дат – это атрибут Машера Бейну, который соответствует, если нарисовать человека и все сферот, все качества человека, какому органу кто соответствует, я не буду сейчас этого говорить, но дат соответствует гарону, шеи. Ше – это то, что связывает голову и туловище. Туловище – это двигательные функции, функции действия. Голова – это у некоторых думающие функции, функции командные. Соединение происходит через атрибут дат. Дат – это соединение познания с действиями, которые происходят. Человек, который достиг ступени дат Тойра, то все его действия происходят, поскольку он соединен с этой Торой и не может делать действия, которые отсоединяют его от Тора, и не может не делать соединяющих с Торой действий. Это понятие дат. Это дебур, и это соединение мысли и действия, оно происходит через вот этот вот атрибут, который называется дат. Бина – это атрибут, когда информация, полученная от Всевышнего, она обрабатывается и переходит в раздел познания, который в результате становится датом. Если бина работает, нет ли дат, то бина невозможна, она по определению бессмысленна. Потому что человек, который пытается анализировать, не чтобы это стало его частью, не чтобы делать, это человек, который учит Тора, альмнат шалоли кейм, для того, чтобы ее не осуществить, как мы уже только что учили в предыдущем басуке. Поэтому получается ситуация, что если эндат, человек это делает не для того, чтобы Тора, которую он выучил, вошла в систему дата, то энд бина, то человек не может познать Тора, не может с ней соединиться, не может ее выучить. Эйн бина, эндат, если человек не занимается Торой, не учит, чтобы знать, как делать, и хочет находиться в состоянии соединения с Торой, то это невозможно, поскольку есть некая нехватка информации. Если мы немножечко продумаем дальше, сделаем еще один шаг дальше, то мы увидим, что это и есть тайна Шиота на Асэвани Шма. Сделаем и услышим. Я не буду это комментировать, потому что и так понятно Кэшер. Сделаем и услышим. Все комментарии, которые говорят, что вначале они сказали, сделаем, потом услышим. Это и есть эндатин бина. Что если не будет дата, то не будет бина. Понятно, что там Исраиль не мог делать до того, как они узнают, что надо делать, но они сказали, что сделаем и услышим Кавана, что мы будем слушать для того, чтобы делать. Поэтому они поставили на Асэ перед Нишма. И это означает эндаатин бина. Теперь, если мы будем говорить о Торах, Торах, я специально сказал во множественном числе, Торы есть две. Есть письменная и устная Тора. Письменная Тора – это Тора Ше, Биктаф. Это Тора, которая является хохмой, то, что дается сверху. Устная Тора – это Тора, которая работает через атрибут бина и познается через атрибут бина. Когда мы соединяем их вместе и соединяем их на атрибут на Асэ, сделаем то, что сказано в Торе, то это становится атрибутом даат. Это то, о чем сказано эндаатин бина, энд бина эндаатин бина. Теперь, возвращаясь к тому, что говорил, просто мне показалось, что без этого Маорали, без этого Мишни Феркия, вот трудно понять этот пасук, он как бы расширенно объясняет, что здесь сказано. Человек, которого называется Лейцем, это человек, я делаю сумму, из Маорали, Гагро, Мальбима. Человек, который называется Лейц, Лейцан. Человек-насмешник. У него нету Ира Шамай, поэтому у него не может быть хохмы, потому что Эйн Ира, Эйн Хохма. Эйн Хохма, Эйн Ира, поэтому путем приобретения хохмы он не дойдет до Иры, до страха. Это то, о чем написал Мальбим, что даже человек, который будет учить эту часть, будет учить, но он Лейцан, то та хохма, которая в нем есть, она не осуществится. Двигаемся дальше. Он говорит, Шлома Амелах, Бекеш Лейц Хохма, Ва Айн. Это мы поняли. Ва Дат Ланавон Накэль. Но человек, который обладает Биной, вот этим вот умением анализировать, работает над этим, то он легко достигает Дат. Человек, который не Лейц, обратный. Человек, который Ире Шамай, боится Всевышнего. И он анализирует и учит Тору, для того, чтобы прийти к Ире, к страху перед Всевышним, то этот страх становится для него атрибутом, который называется Дат. Дат – это уже знание. Есть много людей, которых, если спросишь, откуда ты знаешь, вот докажи существование Всевышнего, откуда ты знаешь, что Бог есть, то эти люди просто ответят, что нечего здесь доказывать. Я знаю, и все. Знаю. Эйнальм Алидабер. То есть их эмуна, из-за хохмы, из-за бины, из-за Дат, из-за анализа всех вещей, которые есть, их эмуна доходит до такого уровня, что эта эмуна становится Датом. Знать – это не означает, что я могу доказать это, как доказывается теорема и так далее. Знать – это такой уровень соединения с этой информацией, что это выходит из состояния теоретических познаний, в состояние полной связи человека с этими знаниями, которые становятся, они – юдея. Я знаю. Вся его жизнь строится по другому принципу, потому что он знает. У него нет вопросов. Такие вопросы бессмысленны. И это понятие Дат, которое происходит. Так человек, который не лейц, человек, который занимается Торой, хохмой и биной, для того, чтобы… Навон. Для того, чтобы понять это. И ему легко получить понятие Дат. Он выходит на этот уровень понятия Дат. У Рамхаля в одном месте, в Дериха Шем сказано, что это то, что сказано… Ну, Рамхаль не Мифураж это пишет, но из него можно это увидеть. Что человек, который… Есть понятие Муна. От нас требуется Левхор. Выбрать. Пхера. Пхера – это вещь, которая совершенно непонятная. Если я знаю, то нету пхеры, нету выбора. Если я не знаю, то как можно меня заставлять, наказывать за то, что я неправильно выбрал и так далее. Пхера – это кох правильного выбора на основании того, что я сумел познать, а из того, что я не познал, поскольку некоторые вещи просто невозможно узнать. Человек экстраполирует и доходит до понимания вещей, которые на уровне доказательств, на уровне познания невозможны, но они становятся для него очевидны благодаря тем более низким вещам, которые он выяснил, выучил и так далее. Шореш – корень этого понятия, находится… Это и есть имуна, это и есть вера, в то, что невозможно познать, но я верю до такого состояния, что это для меня становится «я знаю», а не «юде». Так корень этого находится бенефиш и сраэль в еврейской душе в понятии корня души, которая называется «нышама». Это очень высокий уровень души, которая… Она находится выше, чем понимание, выше, чем разум, выше, чем понимание знания. Она… О ней сказано, что это «хэлыкэ локамима аль мамаш», что это часть Всевышнего, который Всевышний вдохнул в человека. И вот этот шореш имуны, он находится внутри каждого с этим понятием «нышамы». И вывести это «нышаму» на уровень едеи, на уровень знания, может человек, который навон, который благодаря своей ире-ире-ира, своему страху перед Всевышним ищет способ достигнуть этого дата и выходит на уровень, когда на вопрос «откуда ты знаешь?» он отвечает, что мне не надо откуда знать, я знаю и всё. Знаю, всё, не надо мне доказательств, ещё что-то, объяснений и так далее. Они – юдея. И это то, что здесь сказано, что «вы дат лы навон на кель», а дат для человека, который навон, который исследует и ищет, она к нему легко придёт. Вот, получилось, что опять мы прошли два пасука вместо положенных. Я думал, что пять мы пройдём. Но что делать? На этом мы остановимся. И в следующий раз мы с вами, в следующий ёмрешон, продолжаем, боязрадашим дальше. До новых встреч, всего доброго.